Друзья, всем добрый день! Ну что? Есть очень важная информация. Нам написали из Германии. Так сказать, наши соратники, которые поддерживают нашу страну, которые полностью разделяют курс нашего президента, и которые тоже против предателей России. И вот что у нас, какая на сегодня есть информация. Смотрите, пришло вот такое вот смс. У нас в Германии есть организатор мероприятий, концертов и фестивалей, на которых выступают российские артисты, такие как Клава Кока и многие другие. Организатора зовут данное мероприятие Алексей Книз. Его жена Надежда Книз, девичья фамилия Ананченко, она с Киева. Активно спонсирует, вы понимаете, кого. И причем в открытии тут делают. Я хотел бы передать всю информацию о том, что российских артистов слепую, или может быть не слепую, используют в Германии для привлечения посетителей на концерты. Вот такой вопрос. Что значит слепую? Я думаю, что они понимают, что Германия нам не дружная страна. Они конкретно поддерживают другие страны, вы понимаете, какие. И, соответственно, ставить вопрос слепую, я думаю, что нет. Поэтому, друзья, для того, чтобы не быть голословным, мы сейчас прям в прямом эфире набираем, кто нам прислал человеку эту информацию, и конкретно все расспросим. Поехали. Алло. Виталий, меня зовут. Руководитель федерального проекта по безопасности в борьбе с коррупцией. Это наша организация, которая борется с предателями. То есть назовем так. Далее ваш телефончик по поводу артистов, которые выступают там в Германии. По поводу... Да-да-да. По поводу... Сейчас скажу, кто у нас здесь нам интересен. Прямо интересен-интересен. Значит, Клава Кока. Есть такая артистка российская. Скажи, пожалуйста, они... Она выступала в этой организации в марте месяца этого года. И как бы я сейчас не могу сказать тогда, что-то они делали, потому что они буквально вот вчера-позавчера выставили какой-то пост в Фейсбуке. Я могу вам все это сделать, что они там какие-то деньги собирают на техниках. Вот так вот. И Клава Кока выступала на этом мероприятии, да, получается? В марте месяца она выступала, но они делают периодически постоянно мероприятия. Они сейчас будут в октябре Джонни выступать тоже с Россией. Ага, вот так вот даже, да? Вот ну что. Слушайте, такой вопрос. А вот эти люди, которые организаторы, да, я так понимаю, вы здесь пишете, ну как бы, вот я тоже в смс-ке вижу, что есть жена у него, Надежда Книс, такая, да, девящая фамилия Ананченко. Она же из Киева, насколько я понимаю. Она активно спонсирует, насколько я понял. Ну, активно, неактивно, я сейчас не могу сказать. Мне вот просто эту информацию знакомо. Один из Киева, типа, знакомых много. Вот, типа, дай, может быть, огласку этой теме, потому что они делают большие фестивали для русских немцев, для русскоязычной молодежи. Вот, и тем не менее, как бы, с одной стороны, приглашают много артистов с России, а с другой стороны, как бы, ну, жена этого организатора вчера, или там позавчера выставила пост, что они там собирают деньги для выставки. Как-то пазл не складывается. Зарабатывают на русскоязычной аудитории, для русских немцев получается. Плюс задействуют российских артистов, вот. А какие-то спонсорские программы ведут, ну, что-то не получается. У меня это не сходство. Слушайте, ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что артист российский, который летит в Германию, да, он должен прекрасно понимать, что Германия нам не дружная страна. А Германия, Германия, как минимум, уже поддерживает и, соответственно, артист должен прекрасно понимать, что идет иностранное финансирование. И те мероприятия, которые там проходят, ну, если они собирают в поддержку, уже, как минимум, являясь спонсором. Так что и получается, насколько я уже понимаю. Ну, примерно, да. Слушайте, а вот в марте Клава Коку выступала, ну, этого года, 24-го года, насколько я понимаю, правильно? Чтобы мне просто не ошибиться. По-моему, или 24-го, или 23-го. Я сейчас посмотрю. Ну, то есть, когда уже была специальная операция, она уже была, и, соответственно, как бы они там выступали. Так, а как это называется, как называется у них организация, вот непосредственно, которая организовала данное мероприятие, вот этот праздник, или как вообще этот праздник называется, День гордый, что там было в Германии? А я сейчас вам скину, подожди секунду. Угу. Вот, это мероприятие, у них, получается, меняется главное мероприятие, это фестиваль Clamotion. Clamotion – это такой молодежный русскоязычный фестиваль, который уже порядка 20 лет проводится в Германии, каждый год по два раза, по-моему, или один раз в год, или два раза в год, в зависимости, там, не знаю, от каких-то нюансов. Вот, получается, последние два года вот эта супружеская пара, они, получается, переняли этот концепт, раньше занимались этими делами другие люди, они просто, по-моему, или выкупили, или переняли, без понятия, каким они образом. Взяли. Помимо этого, у них есть еще другая тематика, это типа, event, сеть eventов по всей Германии под названием «Тема.джорнг». Типа, «Будь в теме». Там у них реклама на русском «Будь в теме». И там у них тоже, как бы, очень много, постоянно, они там и Моргенштерна подтягивали, ну, соответственно, Моргенштерн, он и так и есть, и Грициина Генкера, вообще, на Лагунии, где выступает. Вот, ну, и много других тоже артистов. Соответственно, а на Гломоушене у них, вот, получается, это когда было? Это было в 23-м году, в августе, у них уже Клава Кока выступала, и Пьянка выступала, и группа Расса выступала. В этом году они делали тема «Ивент», получается, тема «Ивент», тоже принадлежит им Клава Кока, у них была 28-го, 0-3-го, 24-го. И, получается, организаторы, вот эта вот жена, Алексей Книс и Надежда Книс, получается, они таким образом собирают деньги на спонсеренцию, как я понимаю, сейчас, грубо говоря. Ну, я, как бы, не берусь говорить, что они, прямо, специально для этого это все делают. Я, как бы, могу сказать, что они зарабатывают этим деньги на жизнь, соответственно, как бы, ну, двигаются по этой тематике. А то, что сейчас она выставила там пост, что они там какие-то деньги собирают, я не могу еще сказать, что они чисто вот эти мероприятия делают для того, чтобы собирать... А вот она, она, она сейчас пост выставила, получается, на, на, на поддержку, получается, собирает деньги. Ну, вот, я вижу. Ну, я скинул вам скриншот, там стоит, в принципе, что собирают какие-то денежные средства, стоит банковские счета украинские стоят, криптокошелек, который, в принципе, можно пробить, посмотреть, сколько сейчас на этом криптокошельке денег лежит и какие там были переводы сделаны. Спасибо за информацию. Для нас эта информация очень важна. Я вам сразу говорю, что сейчас этих людей мы будем проверять, просить, там, следственные органы, чтобы их проверили, специальные службы, чтобы по этому поводу начали проводить проверку, потому что это очень важно. И то, что вы делаете, так сказать, это очень дорогого стоит, то, что вы нам эту информацию передали. Соответственно, в рамках этой информации сейчас будем проверять, отрабатывать, просить, чтобы отработали все версии. Соответственно, если мы докажем, что было финансирование, а я так понимаю, что оно было, то, соответственно, эти лица, они потенциальные иностранные агенты, как минимум. Ну, а вам спасибо. Вам спасибо за ту информацию, которую вы нам передали. Вы настоящий патриот, а к патриотам мы относимся с большим уважением. Без разницы, где бы они ни находились. Поэтому как-то вот так вот. На нас, может, тоже рассчитывают, на нашу поддержку. Телефон наш запишите, если что-то надо, звоните всегда 24 на 7, всегда с уважением. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вот видите, друзья, картинка какая получается. Вот, пожалуйста, люди из Германии позвонили, скинули скрыны людей, хохлов, назовем так, да, которые поддерживают, которые деньги собирают на ваше. И наши артисты, назовем так, а российские, в кавычках, едут туда, за деньги выступают, и эти деньги непонятно куда уходят. Может быть, на спонсирование, может, еще куда-то. Да даже если не приехали туда, это уже есть иностранная финансирование. То есть им платила страна НАТО, которая сегодня против нашей страны, которая сегодня воюет против нашей страны вместе с Америкой. Которая уничтожает наших людей в ЛНР, в ДНР, в Куртище события. А наши вот эти вот «звездуны», так назовем в кавычках, вытворяют вот такие вещи. Но это разве не предательство? Скажи, пожалуйста. Это разве не предательство? Я считаю, что это самое настоящее предательство. И я считаю, что эти артисты не достойно выступать на сцене здесь и зарабатывать здесь, на территории Российской Федерации, деньги. И поэтому мы сейчас всю информацию эту осветим здесь. И пусть те, кто их контролирует, назовем так, контролирующие органы, которые их курируют, курирующие органы, пусть во внимание возьмут, чем занимаются вот эти вот артисты. Друзья, переходите в телерам-канал. Я сейчас это видео выложу там. Мы с вами все это обсудим. И, соответственно, я ваш комментарий буду учитывать. Мнение людей для меня очень важно. Ссылка будет по первым комментариям здесь. Вы сейчас начнете писать комментарии. И в первом комментарии будет мой телерам-канал. Туда переходите, подписывайтесь, и будем с вами обсуждать. Субтитры сделал DimaTorzok